Футбол это жизнь! Футбол это спорт! И только футбол нам горит восток! Вот они, самые эмоциональные ребята, победившие в конкурсе Макдоналдс. Сегодня же они получат новые, самые яркие эмоции. Большинство удостоившихся уникальной возможности вывести на поле участников сочинского матча местные ребята. И, кстати, многие из них занимаются футболом или каким-либо другим видом спорта. Есть в числе счастливщиков и просто болельщики. Около половины участников программы – дети из малообеспеченных, приемных и многодетных семей. Впервые в программе участвовали и дети-инвалиды. Таким образом, Макдоналдс открыл новую главу в истории футбола без границ и барьеров. Таких участников у нас было четыре. В Сочи это была Гера Арестова, которая уже 21 числа вывела своего кумира на поле. И в остальных городах мы тоже имели возможность и гордость выводить таких детей. Мы делаем это ради тех эмоций, ради возможностей для детей и родителей прикоснуться к спорту и высоких достижений. И показать, что они действительно активно занимаются спортом. Вот уже 20 лет Макдоналдс оказывает поддержку Чемпионату мира по футболу и таким образом передает дух таких спортивных мероприятий, в том числе и своим посетителям. Среди них целые семьи. Двое моих ребятишек, Саша и Валера, сынок и дочка, выиграли в конкурсе, который проводил Макдоналдс. И сегодня на полуфинале они будут выводить футболистов столько эмоций, непередаваемых впечатлений, особенно когда это и брат, и сестра, и они вместе и на таком событии. Это не первый наш конкурс. Мы уже были в Сочи на Олимпиаде вместе с Макдоналдсом. Когда мы узнали, что мы выиграли, мы прыгали, пищали, визжали от радости. Всего в программе на Кубок Конфедерации 2017 FIFA вместе с Макдоналдс принимают участие более 350 юных любителей футбола. На Чемпионате мира в будущем году футболисты снова будут выходить на поле рука об руку с участниками социально ориентированной программы Макдоналдс. И через год в проекте будут участвовать уже более 1200 российских детей.